МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По традиции начинаем с Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени с Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Российской власти нужны стопроцентные гарантии того, что Украина не вступит в НАТО. Об этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявляет в интервью BBC. На реплику журналиста об агрессии России Песков замечает, чем дольше наши национальные интересы будут подвергаться опасности, тем дольше мы будем продолжать отвечать. Москва хочет услышать, что Альянс прекратит приближение к российским границам. Каким может быть дальнейший ответ Кремля? И может ли кто-то, в принципе, дать эти стопроцентные гарантии? Я встретился с Кобой Лекликадзе, аналитиком грузинской службы Радио Свобода. Коба, здравствуйте. Добрый вечер. Песков обвиняет Запад в попытках нарушить баланс сил. НАТО обвиняет Кремль. А мы знаем, как взаимные обвинения могут привести к холодную войну. Что может остановить эту волну недовольств? Или это уже цепная реакция? Я думаю, что выбранный курс с Кремлем ясно всем. Он, значит, хочет, чтобы господствовал на этой пространстве. Это стремление всегда было. Сейчас уже ярко видно. Путин прямо сказал, что он не допустил, чтобы навязывали Соединенные Штаты свои идеи. Послушайте, но Путин говорит логично. После 2001 года было две волны расширения НАТО. В 2004-м расширение за счет Словении, Словакии, Болгарии, Румынии и стран Балтии, продолжает Путин. Это цитата. И в 2009-м еще две страны были приняты в НАТО. Говорит, что это якобы нарушает обещание НАТО. А кто его какой обещал? Реакция Кремля симметричная? Никакой документ он не может привести, что такое обещание есть. Наоборот. Всегда при каждом расширении НАТО говорил, что все страны, Центральной Европе, Восточной Европе, бившего советского блока, имеют право выбираться. Ту систему безопасности, в которой они комфортно будут. Но и Кремль сейчас выбирает систему безопасности, в которой он существует с расширяющимся альянсом. Это симметричный ответ по-вашему? Со стороны Кремля и его логики может быть это симметрично. Но это и есть конфликт между Западом и Россией сейчас. Мой следующий вопрос по Грузии. Как Грузия в контексте внутриполитических, внутрипарламентских проблем, будет повышать свою обороноспособность с помощью НАТО? Закончился совсем недавно визит премьер-министра Грузии в Брюсселе. Кремль-секретарь НАТО заявил, что вот этот новый пакет для Грузии, что подразумевает расширение боеспособности грузинской армии, создание центра по подготовке сил, это будет неуклонно выполняться. В отношении Грузии Россия может вернуться к политике санкций экономической для ослабления экономики, потому что грузинская продукция сейчас по-нарастающему поступает на российские рынки или же может спровоцировать выступление каких-то пророссийских сель или же усиление пророссийского сегмента. Вопрос НАТО в Украине. Вопрос непростой. Раньше он раскалывал страну, поэтому предпочитали его прямо не поднимать. Но сейчас в контексте последних событий на Донбассе этот вопрос вновь актуален. По-прежнему о нем так громко не говорят. Но в НАТО Киев видит защитника своего. Какой реакции, по-вашему, ждать от Киева после заявления Пескова об этих гарантиях 100%? Если Киев на самом деле, новые власти в Киеве и новые политические силы Верховной Рады, они думают, что НАТО это безопасность для Украины, то они должны вести соответствующую информационную политику. А это двойственное отношение, допустим, отношение господина Порошенко о том, что они не будут стремиться поставить вопрос о членстве НАТО, я думаю, что это нехороший сигнал для Альянса. Если ты не просишь, если ты не стучишь в дверь, как это Шеваннадзе сказал, никто за тебя это делать не станет. Спасибо. Пожалуйста. И вот реакция Альянса. Представитель Генсека НАТО Уанна Лунжеску заявила, что слова Дмитрия Пескова оторваны от действительности. В 2010 году Украина приняла решение о внеблочном статусе и с тех пор не меняла свои позиции. Это цитата. Альянс уважает суверенное решение Украины, то же самое должна делать Россия, подчеркнула Лунжеску. И далее у нас эфир из Соединенных Штатов. В Вашингтоне говорили, пришло ли время предоставлять Киеву военную помощь. Наташа, ждем подробностей. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что и на украинской, и на российской стороне границы наблюдается серьезное наращивание военного потенциала и призвал Москву отвезти свои войска. О том, как на очередную эскалацию конфликта реагируют украинские военные, репортаж Даниила Шерфа. Украинская армия наращивает оборону всего в нескольких километрах от контролируемой пророссийскими сепаратистами территории Луганской области. Рядовой Сергей Иву говорит, что они должны быть готовы. Мы вчера получали информацию, наших ребят обстреливают. Со вчерашнего дня там минометы и оградыш работают. Капитан и командир этого нового КПП попросил называть себя Андреем. Он рассказал, что не хватает боеприпасов, но не людей. Мы два дня назад приехали, мы этим еще пока не были, столкновений не было с непосредственным противником. Но говорят, что здесь гуляют группы небольшие, до 10 человек. Предупреждающие выстрелы, пояснил солдат украинской армии после того, как неожиданно открыл огонь в сторону укреплений противника. Этот КПП подвергается частым обстрелам. А несколько дней назад в него попала ракета системы ГРАД. К счастью, никто не пострадал. Старший артсельдист Вячеслав говорит, что они готовы отразить нападение. Нас усиливают и нормально усиливают. Укрепляют нас в случае нападения, чтобы нам было чем отбиться. Для этого у нас есть все. По словам капитана Андрея Слоты, у его людей достаточно нового оборудования, но они устали. Надо на каком-то уровне, законодательном или исполнительном, или отпустить людей, в случае если договорятся, или уже вернуть свою страну себе. И опять же отпустить людей. Москва отрицает обвинение в поставке оружия сепаратистам, которые утверждают, что замеченная недавно колонна военных, движущаяся на запад, нормальная практика. Сепаратисты, выступающие против правительства в Киеве, опасаются, что нападение будет совершено со стороны украинских военных. Пришло ли время начать передоставлять Украине военную помощь? Этот вопрос активно обсуждается в Вашингтоне. В Конгрессе состоялся брифинг, посвященный этой теме, в котором, помимо американских законодателей и экспертов, приняла участие делегация Верховной Рады. Очень многие конгрессмены пытались вникнуть в эту ситуацию, которая сейчас происходит в Украине, и гарантировали нам оказание помощи, и гарантировали поддержку. Потому что мы ставили перед собой две цели. Первое – это объяснить, что нам нужна помощь, и мы имеем право на эту помощь. И второе – мы очень просили помочь нам в организации межпарламентской работы. То есть мы организуем группу военных в парламенте и попытаемся наладить более тесную взаимосвязь между парламентом и Конгрессом. То есть это поможет нам правильно делать законопроекты, в том числе, которые будут работать на мировом уровне. То есть я имею в виду как борьба с коррупцией, так и наведение порядка в стране. О конкретных результатах встречи не говорилось, но, судя по реакции ее участников, она была весьма полезной. В отношении Украины и США существовал ряд вопросов, которые не рассматривались, и приезд делегаций помог сдвинуть обсуждение этих вопросов с мертвой точки. Это очень важно, особенно в сфере безопасности и вооруженных сил, а также военного сотрудничества с Украиной. Так что это помогает, и мы ждем продолжения контактов. Это очень медленный процесс, но полезен каждый визит такого рода делегаций, особенно потому, что они военные командиры, а теперь и члены украинского парламента. Это важно. Ну а теперь передаем слово Праге. Наши коллеги разбирались с тем, как радикальная группировка «Исламское государство» обретает атрибуты реального государства. Сергей? Спасибо. Это действительно так, потому что группировка сотрясает просто своей жестокостью Ближний Восток, упорно занимая новые территории и укрепившись на них, руководство движения, по всей видимости, начинает строить свое государство. По крайней мере, проявляются его признаки. Вводится валюта, паспорта. Более подробно об этом Шахиды Якуб. «Исламское государство» в очередной раз потрясло мир своей жестокостью, выпустив видео обезглавливания американского гуманитарного сотрудника Питера Кассига, а вместе с ним еще и офицеров сирийской армии. Организация, о которой никто не слышал три года назад, сейчас контролирует большие части территории Ирака и Сирии, ведет пропагандистскую работу в социальных сетях и выставляет видео в Ютьюбе. Сейчас это террористическое движение, как видимо, выходит на новый уровень и начинает печатать монеты, собирать налоги. Может, скоро мы услышим о паспортах, центральной банке и так далее. Вообще, целью этой организации изначально, которая называлась изначально «Исламское государство» в Леванте и Ираке, является основание государства, то есть заложение основ государственного аппарата. Они пытаются создать халифат, а халифат подразумевает под собой, естественно, функционирующие государства. Пропагандистская кампания, которую ведут террористы, направлена на восхваление этой организации, ее цели, восхваление смерти шахидам или смертникам, и таким образом они стимулируют набор своей ряды новых наемников. И кажется, в новобранцах недостатка нет. Эксперты говорят о сотнях наемниках из Узбекистана, Грузии, Кыргызстана и России. И почему эти люди там? Об этом я говорила со своим коллегой Алишером Сидиковым, который часто общается с узбекскими боевиками в исламском государстве. Очень разные, разного возраста. В основном мы их описываем так, как эти люди, которые уехали в Россию работать, и не найдя себе места в России, глубоко разочаровавшись в том, что они видят в России, что они видели до этого в Узбекистане, решили, что последнее место, где будет им счастье на земле, это вот местность Ирака. Так они считают. То есть они нашли рай на земле? Фактически они нашли рай на земле, который они говорят, что они будут расширять до наших границ. Это их основная повестка дня. А вот этот рай они как-то описывают, чтобы хоть иметь представление? Они описывают рай так. Я задавал вопрос, как у вас обстоят дела, допустим, с оплатой. Они говорят, да, нам платят регулярно, то есть 100 долларов, 150 долларов. У них есть ежемесячная оплата. У них можно приехать с семьей. Для семьи предоставляется жилье. Это, может, то же самое жилье, которое они отобрали у местного населения, которое не является исламским, мусульманами. У них есть даже такие вещи, как пособие по страховке, по жизненной страховке. То есть в случае, если бойца убивают, то его семью остается на иждивении исламского государства. Они говорят, здесь можно одевать хиджаб, здесь можно практиковать ислам, здесь у тебя всегда есть джихад на заднем дворе. То есть работа есть. Работа есть. Есть. Вот так вот они считают, что предписано жить сегодня мусульманам. Это программа «Настоящее время». Спасибо, что смотрите. Вашингтонские эксперты пытаются предсказать дальнейшие внешнеполитические шаги Кремля. Наташа, что вам удалось узнать? Да, Сергей, с момента аннексии Крыма и начала гибридной войны на востоке Украины, заставших по большому счету Запад врасплох, эксперты пытаются разобраться в новом внешнеполитическом курсе Кремля и предсказать следующие шаги российского руководства на международной арене. Этому была посвящена и очередная встреча в Вашингтонском центре Вудро-Вильсона. Александр Панов с подробностями. Досрочно вернувшись с саммита 20-ки, Владимир Путин выступил с обвинениями в адрес Соединенных Штатов. Они не унизить нас хотят. Они хотят нас подчинить. Хотят за наш счет решать свои проблемы. Хотят подчинить нас своему влиянию. Никогда, ни у кого это в истории, в отношении России не получалось и ни у кого не получится. Спасибо большое. Новая российская внешняя политика, по мнению профессора политических наук Игоря Зевелева, основана на двух основных концепциях. Россия – мощная, самостоятельная держава, оплот всех консервативных сил, борющихся с революциями и либеральными идеями, насаждаемыми США и Европой. И еще существует особая российская цивилизация, отличный от западной и русский мир, выходящий далеко за пределы государственных границ России. 7 марта в разгар событий в Крыму пресс-секретарь президента Песков назвал Путина гарантом безопасности русского мира. Заявление стало сигналом для всего ближнего зарубежья России, от Латвии до Приднестровья, от Белоруссии до Казахстана. Азбигнев-Бжезинский предположил, что на этом основании Брайтон-Бич. Кремль может считать зоной своих интересов. Многие люди решили, что в 1991 году с распадом Советского Союза нет государства, нет проблем. Это не так. Все проблемы остались, и сейчас основной вопрос в том, как они будут решаться. О несправедливости устройства границ после распада СССР говорили абсолютно разные фигуры, от Солженицына до Зюганова. Наши эксперты говорят о разных оттенках российского национализма. Коричневым, смыкающимся с фашизмом, белым, напоминающим идеи русских черносотенцев, и красным, которому, возможно, близок Путин. Это сторонники советских ценностей и всего советского. Новый этап в российской внешней политике начался с присоединением Крыма. Однако переход к этому этапу начался раньше, и, как мне кажется, отчет можно вести с сентября 2011 года, когда было объявлено о том, что Владимир Путин возвращается на пост президента Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин. И еще, отмечают эксперты, идея страны-крепости, окруженной врагами, оказалась идеальной для укрепления существующего режима. В Кремле так и говорят. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. А кадровые дипломаты, в начале 90-х, проводившие курс на сотрудничество с Западом, сегодня идут новым курсом, который пугает Запад и ближайших соседей России. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Вашингтон. А в Москве, говорят, снова начали открывать Макдональдсы. Передаем в эфир коллегам в Фраге. Сергей. Да, это так. Старейший в России Макдональдс в Москве на Пушкинской снова открылся. Он закрывался после претензий Роспотребнадзора. Ресторан устранил все нарушения. Еще два столичных Мака, отмечу, вернутся к работе в январе. Внезапное недовольство фастфудами возникло у российских чинов на волне борьбы с иностранными продуктами из Америки и ЕС. В Потребнадзоре уверяют, что проверки ресторанов носили абсолютно плановый характер и политики тут никакой нет. Наш корреспондент Светлана Павлова поговорила с посетителями открывшегося Мака. Старейший в России Макдональдс открылся после трехмесячного перерыва. Двери закусочной были закрыты по решению Тверского суда Москвы. В августе Роспотребнадзор выявил ряд нарушений в работе трех столичных Макдональдсов. В ведомстве подчеркивали, проверки были связаны исключительно с санитарными, а не политическими причинами. Насколько справедливыми были действия Роспотребнадзора и Тверского суда? С этим вопросом мы обратились к клиентам первого российского Макдональдса. У них, считаю, не самое лучшее качество, но иногда поесть можно. Я в некоторых Макдональдсах и тараканов видел. Тут прижал, в общем-то, я думаю, ему можно найти, за что закрыть. Сколько ел в Макдональдсе, ни разу себя плохо не чувствовал. И друзья не жаловались. В Москве очень много мест, где можно действительно хорошенько отравиться, а Макдональдс, мне кажется, со своими стандартами славится очень-очень давно. Пусть кто там, Роспотребнадзор, он, собственно, с этим разбирается. Я пришел, я должен быть уверен, что здесь, собственно, меня не отравят, что здесь все хорошо. Если они считают, что все претензии исчерпаны, ну, значит, они исчерпаны. Много других проблем, а придраться просто нашли, кому, наверное, самый слабый и самый известный. Некоторые люди говорят о возможных политических причинах. Вы как считаете, могли они быть? Ну, нет, мне кажется, если закрывать, то можно закрыть многих. Я не знаю, на что это был ответ, но мера была очень глупая, на мой взгляд. Почему? Ну, потому что, зачем кому-то показывать, что мы такие классные, можем обойтись без Макдональдса, если по большому счету без него мы обойтись не можем, это огромный рынок, огромный, как бы, ну, ну, это большой очень бизнес в России, зачем его закрывать, показывать, что мы чего-то можем, не очень понятно. Ну, а лично вам этого Макдональдса не хватало? Именно этого, да, потому что я учусь здесь, рядом, и пока он был закрыт, приходилось идти кушать куда-нибудь еще. Ну, то, что он открылся, это хорошо. Вот я сюда хожу в поликлинику, сегодня был такой большой интервал в поликлинике, и читаю в газете, что он сегодня откроется. Прекрасно, а так и некуда податься. А вообще я думала, что это в связи с санкциями, это самое, мы тоже стали против. Просто как в ответ на санкции? Да. Но насколько это адекватный ответ, на ваш взгляд? Ну, это правильно, что же Америка надо зажимает, и мы решили зажимать их, закрывать. Это же их дети, что-то. Да, скорее политическими, потому что на санитарную причину обычно внимания особо не обращают, мне кажется, нигде. Ну, а на ваш взгляд, теоретически можно в Макдональдсе там отравиться, таракана встретить в булочке? Теоретически отравиться можно где угодно, даже у себя дома. Так, москвичи отвечали на вопрос о справедливости действий Роспотребнадзора и Тверского суда в отношении Макдональдса на Пушкинской площади. Старейший в России Макдональдс был открыт в 1990 году. В 2013 он входил в десятку крупнейших заведений сети по обороту в Европе. Эхо Москвы хочет выкупить у «Газпром-медиа» свои акции. Глава холдинга Михаил Лесин готов рассматривать такое предложение. Об этом сообщает главред радиостанции Алексей Венедиктов. Мы сделаем Лесину письменное предложение о выкупе, говорит он. Ну и на эту пятницу назначено заседание Совета директоров «Газпром-медиа», где будет решаться судьба «Эхо». Венедиктов не исключает, что его могут уволить. А тем временем за радиостанцию вступились москвичи. Как это было? Наш корреспондент в российской столице Андрей Королёв. Понимаете, у демократии сейчас в России не так много осталось густеонов, которые мы можем защитить. Вот только в Москве один из таких рубежей. Эти москвичи пришли к Дому журналистов, чтобы отстоять любимую радиостанцию, над которой, как они считают, нависла угроза. Несколькими днями ранее приказом главы «Газпром-медиа», владеющего 66% акцией «Эхо Москвы» Михаила Лесина, был уволен журналист Александр Плющев. Лесину не понравилась реплика журналиста в личном твиттере, касавшейся трагически погибшего сына главы администрации президента России Сергея Иванова. Однако главный редактор «Эхо» Алексей Венедиктов отказался увольнять популярного ведущего, после чего Лесин стал намекать на более жесткие санкции уже и в отношении самого главреда. На 21 ноября было назначено заочное заседание Совета директоров, на котором должен был быть рассмотрен в числе прочих и личный вопрос Венедиктова. Всем стало понятно, что речь может вестись об увольнении главного редактора и, как следствие, фактическом развале радиостанции. Встреча журналистов с Михаилом Лесиным, предварявшая заседание Совета директоров, могла внести ясность в ситуацию. Я честно вам скажу от себя, что я не особенно размышлял, зачем Михаил Юрьевич Лесин собирается к нам прийти. Он выразил такое желание, ну и пускай, пожалуйста. Самого Михаила Лесина расспросить не удалось, он старательно избегал встреч с прессой и покинул дом журналиста через задний двор. Другие же участники заявили, что предстоящий Совет директоров будет проходить в очном формате, а это не исключает бурного обсуждения темы. При этом отметили, что Лесин вел себя довольно жестко и не пошел на уступки в отношении журналиста Эх Александра Плющева, хотя подтвердил, что приказ о его увольнении является незаконным. Плющев по-прежнему отлучен от эфира с мягкой формулировкой двухмесячный отпуск за свой счет. Но самым важным все же следует считать, что к концу года глава Газпром-медиа готов рассматривать вопрос о выкупе контрольного пакета акций миноритарными акционерами. А у вас есть какие-то предложения? Ну я вот хочу встретиться с остальными акционерами миноритарными, выяснить возможности, посмотреть, что происходит на рынке. При этом Алексей Венедиктов уверен, что для покупки такого актива, как Эхо Москвы, найдутся инвесторы, которые дорожат своей репутацией. С другой стороны, мы, извините за шутку, актив радиоактивный можем и заразить. Мы рассказали о том, как за право своего свободного слова борются в России, а наши коллеги из Вашингтона готовы поделиться историей о том, как за свои права борется коренное население Соединенных Штатов. Наташа, продолжайте. Как живут сегодня индейцы когда-то могущественного и многочисленного племени Каманчи? Корреспондент «Голоса Америки» побывал в штате Оклахома. Этот танец исполняется в честь принцессы племени Каманчи Кимберли де Хисус. Ее мать – коренная представительница этого индейского народа. В ее жилах течет кровь последнего великого вождя Куана Паркера. Отец принцессы Кимберли – Тито де Хисус, уроженец Пуэрто-Рико, приехал в Оклахому на военную базу Форт Сил, когда пошел в армию. Здесь же я познакомился со своей будущей женой и решил остаться. По словам Дахисуса, он чувствует себя полноправным членом племени и очень гордится той ролью, которая выпала его дочери, а именно представлять племя Каманчи. Кимберли может представиться и поприветствовать на языке Каманчи, который она изучает сегодня. Каманчи – трудный язык, но если наша молодежь не будет его учить, он со временем исчезнет. В прошлом в резервациях белые учителя заставляли индейских детей говорить по-английски, наказывая учеников за речь на родных языках. Однако сегодня в колледже Каманчи даже многие пожилые люди имеют возможность выучить родной язык. Один из таких студентов – 68-летний Клиффорд Токована. У меня никогда не было возможности выучить родной язык. Мои родители не стали учить меня и моих братьев и сестер, потому как хотели, чтобы мы добились успеха и нашли хорошую работу. Они думали, что Каманчи будет препятствием для нас. Токована говорит, что он слышал, как старики молились на родном языке, и это вдохновило его на изучение Каманчи. Это так выразительно, так глубоко и наполнено смыслом для тех, кто может говорить на Каманчи. Однажды и я смогу молиться, как они. Преподавание Каманчи ведет Гай Наркоми. Он вырос, говоря на этом языке со своими бабушкой и дедушкой, и теперь подготовил программу преподавания и спасения исчезающего языка. Многие языки сегодня под угрозой, и не только в Америке, но и по всему миру. Но лично я, как человек с детства говорящий на Каманчи, считающий его родным, я просто не могу позволить ему исчезнуть без борьбы. Наркоми преподает синтаксис и лексику. Он уверен в том, что многие потомки племени Каманчи стали бы учить родной язык предков, если бы у них было больше возможности говорить на нем. Если бы у них была возможность учить язык Каманчи для практических целей, я думаю, многие бы были заинтересованы в этом. Среди тех, кто поддерживает усилия по сохранению Каманчи, Тина Эмхула. Она помнит, как ее бабушка и дедушка пытались сохранить родной язык в те времена, когда правительство США препятствовало этому. Виде этого молодого человека, преподающего наш язык старикам, мне хочется крикнуть туда, в небеса, своим прародителям. Посмотрите, мы больше не вызываем жалость. Идейцы Каманчи могут гордиться своими достижениями в мире бизнеса, индустрии развлечений и отдыха, отмечает Тина. И одновременно могут с гордостью помнить своих предков, их истории, сохраненные через поколения и родной язык. Осенью 2009 года канадский журналист иранского происхождения Мазиар Бахари принял участие в комедийном шоу известного американского телеведущего Джона Стёрта «The Daily Show». По сюжету сценки с его участием в Иран приезжает некий Джейнс Джонс, встречается с журналистом и задает ему провокационный вопрос «Я американский шпион. Объясните, почему ваша страна наводит на людей такой ужас?» Через неделю Бахари был арестован в Иране. Это реальная история легла в основу фильма «Розовая вода». Ведущий телевизионной программы «Дейли-шоу» Джон Стюарт представил в Нью-Йорке свой фильм «Розовая вода». Наконец-то премьера. Я снова чувствую себя дома, там, где зародилась эта идея, где я все написал. Для меня это совершенно особенный вечер. Джон Стюарт взял перерыв в работе на «Дейли-шоу» летом 2013 года, чтобы снять фильм «Розовая вода» в Иордании. «Три месяца». Стояло лето, 40-градусная жара, рамадан. Моя съемочная группа соблюдала пост. Я никогда до этого не снимал кино. Что облегчило процесс. Картина «Розовая вода» снята по книге канадского журналиста иранского происхождения Мазиара Бахари, рассказывающая о его пятимесячном тюремном пребывании в Иране в 2009 году по подозрению в шпионаже. По словам Стюарта, он невероятно горд тем, что помог рассказать эту историю. Мы можем свободно выражать свои мысли и иногда мы забываем о том, что это возможно далеко не везде. Мазиара Бахари приехал в Иран в 2009 году, чтобы взять интервью у кандидатов президента Мира Хусейна Мусави. Журналиста арестовали после того, как он передал каналу BBC видеопротестов в Тегеране, начавшихся после того, как за несколько часов до окончания голосования кандидат Махмуд Ахмадинежат объявил о своей победе. Мазиара Бахари посадили в тюрьму, обвинив в шпионаже. Пять месяцев ее допрашивал и пытал человек по имени «Розовая вода». Актер Джейсон Джон, выступающий в роли корреспондента на шоу Стюарта, рассказал об опыте Бахари после того, как, выполняя задания редакции в Иране, он взял интервью у Бахари. Кадры этого интервью потом демонстрировались Бахари как доказательство его шпионских действий. Я и не думал, что власти Ирана способны на такое, но это оказалось правдой и остается ею до сих пор. Жаль, что из-за телевизионного шоу началась такая заворуха. Роль Бахари сыграл Гаэль Гарсия Бернал, актер мексиканского происхождения. Мексика – одна из самых опасных стран для журналистов, так что эта история объединяет нас. Бахари принял участие в работе над фильмом и приехал в Иорданию. По его словам, съемки сцен в тюрьме не вызвали болезненные воспоминания. Если бы я молчал о том, что произошло со мной, если бы молчал о том, что происходит со многими журналистами каждый день по всему миру, вот тогда бы меня мучили плохие воспоминания. Но я хочу рассказать в статьях, книге, фильме, интервью, подобных этому, о том, что происходит с другими журналистами. Актер-датчанин Ким Бодния сыграл роль «Розовой воды». Он поделился своей концепцией картины. Этот фильм – рассказ о победе человечности. Джон Стюарт снял кино, которым мы все можем гордиться. Люди всего мира. Это свобода и любовь в одной картине. Мы все боремся за это, за то, что мы должны жить мирно и свободно. в Диш-юниверситете. Почему вы выложили свою камеру, когда вы видели сателлиты? Мы благодарим коллег Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова